Привет, моя дорогая Враджики Швори. Шлю тебе открытку с Бенгальского залива, на которой мы ездили с друзьями после того, как фестиваль Гавропурнима наконец-то закончился. Я совсем выпала из своих личных дел. Наверное, месяца полтора я вообще ничего не монтировала, не снимала, ни с кем толком не переписывалась, и даже тебя забыла поздравить с днем рождения, представляешь? Оправдания мне, конечно, нет, но я, может быть, порадую тебя коровами с пляжа. Немножко расскажу, как прошел фестиваль. Ну, начну с того, что у нас помимо фестиваля было также наше служение, потому что я же в департаменте воскресных программ, и, в принципе, у меня такое же служение, какое было всегда и в Берлине, и в Вене. Это так удивительно, что Кришна меня таким образом занял. Так что я, на самом деле, чувствую себя на своем месте полностью довольна. Это выездная программа. Иногда раз в полтора или два месяца я езжу на выездные программы в Джаван Адхам Прабу. Он ученик Шилпрупады и также глава департамента Харинам здесь, в Майпуре. И это очень интересный тоже опыт побывать в разных местах. С конца февраля в Майпур стали подтягиваться люди. Приехал в Рудеф, он давал лекции каждое утро и каждый вечер. Ну, естественно, тут были все махараджи и ученики подтягивались также за ними. Было много гостей, было очень много туристов. Весь Майпур был забит, просто невозможно было проехать. И иногда вместо лекции или помимо лекции еще были киртаны какие-нибудь Урада Мадовы, на которую я возила Туласи, чтобы она играла на саксофоне там. Мы же сняли скутер на двоих. И теперь вот мы весь месяц ездили с утра на лекции, вечером на лекции или на какие-то киртаны, которые происходили отдельно. И вот так у нас практически эти полтора месяца и прошли. Также в этом году было два крупных события в храме. Первое – это открытие крыла Нарасимхадыва в Ведическом планетарии. И второе – это омовение Панчататвы, которое проходит раз в пять лет, Маха Абхишека. Это вот я в тот же день делала для своих божеств, чтобы поддержать настроение. Также были лекции. Вот Вайасаки пробудовал лекцию по киртану. Мы также ходили по вечерам на Хоринамы, как обычно. Ну, в те дни, конечно, когда мы были свободны. И есть один кадр, который я сделала специально для тебя. Я думаю, они пришли после заседания GBC, присоединились к Хоринаме. Это репетиция от Хоринама группы для Вьясапуджи, нашего духовного учителя, на которой мы выступали, потому что очень много из нас, ученики читания Чандра-Чарана, пробы в этой группе. И меня позвали также поиграть на караталах, ну, с чем я вроде бы справилась. Это наш пандал. Был огромный пандал, было очень много людей. И с каждым годом их все больше. Я не знаю, как мы все еще помещаемся хоть куда-то. Естественно, традиционное раскидывание лепестков после пуш-пап-хишеки. Это как обычно. Ну, и я поснимала еще наших ребят. Было два человека из Вены, кто получал посвящение, и ребята из Маяпура, с которыми мы вместе делаем служение. Было очень много таких трогательных моментов. И сразу после фестиваля мы собрали вещи, купили продуктов. Мы, это я и ребят из нашего департамента воскресных программ. И мы уехали отдыхать на берег залива. Поехали мы на автобусе, который сняли. Семь часов мы добирались туда, и примерно столько же мы ехали обратно. Это недалеко от Калькуты, и там такая специальная бухта, где много санаториев и баз отдыха, и где можно было отдохнуть просто у океана, покупавшись там, поплавав в бассейне, полежав под кондиционером. Было очень здорово на самом деле. Вот такая моя небольшая открытка тебе в Раджикишури, и как память о том, как прошел этот фестиваль, и что я никуда не пропала, и продолжаю снимать что-то для своих друзей, и для тебя тоже. Харе Кришна.